Приветствую вас, дорогие подписчики! В этом уроке мы будем рассматривать данный эффект. Данный эффект позволяет нам подчеркнуть детализацию кожи в одном моменте, или же, например, мы уменьшить, как черные круги под глазами, обратить внимание. Чуть-чуть мы их уменьшим, немного сгладим, и такая будет очень быстрая, простая ретушь с помощью одного слоя. Давайте приступим! Для того, чтобы нам сделать данную быструю ретушь, ее даже можно записать специальный экшн-скрипт и применять для ваших фотографий. Делается все очень просто. Вам необходимо сейчас перейти в изображение, режим, и перейти в режим смик. Переходим в режим, в вкладочку канала, находим желтый канал. В данном канале у нас собраны все дефекты и темные участки кожи, которые нам необходимо сохранить, чтобы на них воздействовать. Поэтому мы с помощью горячих клавиш нажимаем Ctrl-A. Появляется выделение. Нажимаем Ctrl-C, и мы копируем. Сейчас нам необходимо вернуться обратно в режим RGB. Если мы будем возвращаться опять в изображение, режим RGB, мы немного испортим изображение. Поэтому делаем все очень просто. Нажимаем Shift-Ctrl-A и возвращаемся назад. Или же в истории нажимаем обратно в самый первый момент. Переходим в слои и нажимаем Ctrl-V. Выставляем наш слой, который мы только что скопировали. Теперь, если вы хотите подчеркнуть какие-то элементы кожи, сделать их более выразительными, или темные участки сделать более темными, мы можем поменять режим наложения на перекрытие. Как видите, изображение стало немного другим. А в данном случае это слишком сильный, слишком такой насыщенный цвет. Мы уменьшаем до 50, и вот что у нас получается. Такой более насыщенный, выразительный взгляд, и можно данный эффект применять в каких-то других совместно с этим элементом эффекты. Как видите, все очень просто. Но если вы хотите, наоборот, смягчить все темные круги под глазами, мешки вот эти, родинки, какие-то прыщики мелкие. Именно мелкие, большие он не сможет скрыть. Нам необходимо будет нажать на клавишу Ctrl-E, это инверсия, и наше изображение сразу же автоматически поменяет свое расположение. Также это можно было сделать с помощью изображения коррекция инверсия, как видите, Ctrl-E, горячая клавиша. И нам необходимо здесь уже нужно будет поменять режим наложения уже на мягкий свет. И оставить непрозрачность 50%. Обратите внимание, сейчас у нас изображение стало такое более естественное для освещения. Смотрите на щеку, у нас пропала тень. Пропали немножко такие темные круги под глазами. Они не пропали, а стали чуть-чуть мягче. И наше изображение выглядит уже иначе. Как видите, все очень просто. Это делается с помощью одного слоя. Если вам необходимо выделить только кожу, есть такой специальный эффект, начиная с Photoshop и C6. Фильд, так, выделение, цветовой диапазон. Возможно, здесь он, конечно, не возьмет какие-то элементы. Вам необходимо будет перейти в изображение, выбрать локализацию набора цветов и определять лица. Здесь он, конечно, может его не определить. Посмотрим. Ну, он определил. Создаем маску. И в нашем случае он определил кусочек цвета, ну, кусочек лица. Давайте посмотрим. Нажимаем Alt, нажимаем на маску. И вот такая у нас масочка получилась. Посмотрим, что же она у нас меняет. Меняли как раз именно те участки лица, которые нам нужны. Вот такой вот простой урок, который вы можете совершить у себя дома со своими фотографиями. Записать его в специальный экшн-скрипт. И применять для последующих ваших фотографий. Всего лишь один слой. И смотрите, что он делает. Все очень просто и быстро. С вами был Басманов Максим и проект PhotoshopSecrets.ru. До встречи в следующих уроках.